друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов большое всем спасибо за огромное количество лайков которые получают последнее видео честно говоря это самая лучшая мотивация которая вдохновляет на продолжение работы я признаюсь еще большим энтузиазмом записываю сейчас каждое утро для вас видео потому что вижу какой положительный фидбэк этот контент получает самое главное продолжайте ставить лайки в общем как и всегда подписываемся если есть что сказать если есть что спросить прям в секции с комментариями это делаем ну и большие пальцы я думаю что вы все прекрасно знаете как их ставить друзья давайте начнем сегодня с рынка нефти который котируется на отметке 35 19 это котировки бренда собственно расчет на то что под экспирацию рынок все-таки раскачается и продавцы возьмут вверх перехватит инициативу этот расчет не оправдался я даже удивлен текущей динамике потому что в целом какой-либо вразумительной реакции не последовало то есть на основании опыта экспирации майских фьючерсов у нас были ожидания того что что-то интересное может произойти ведь проблема нехватки производственных мощностей для хранения она может быть не является уже такой болезненный но она никуда не делается однако котировки все-таки этот факт экспирации фактически про игнорировали поэтому как я отмечал ранее если мы этот фундамент этот важный момент для рынка пройдем без каких-либо а потерь я пожалуй поверю в бычий потенциал этого рынка как комментировал вчера именно сделку текущую по нефти ставлю стоп лосс на уровне 3570 это как раз максимумы прошлой торговой сессии и если рынок окажется выше данных значений сделка будет закрыта но сразу ремарка это не значит то что я откроюсь в покупке потому что считаю что ралли которое мы наблюдали по всему сектору энергетики она была слишком чрезмерным и рынок безусловно нужно еще немножко сдуть отправить там в идеале ниже 30 долларов за баррель вот после того как пройдет еще одна волна коррекции она неизбежно будет я не знаю что выступит поводом для нее ну например вот сегодняшние данные по запасам мы не раз видели как статистика от администрации энергетической информации приводила к серьезным распродажам нефти в общем друзья я буду ждать хорошую точку входа для длинных позиций и буду держать вас в курсе того что происходит в целом если вы рынок нефти покупаете с значение там ниже 30 долларов за баррель вы и без меня знаете что сейчас рынком правит оптимизм касательно того что худшие времена уже позади и дальше будет только лучше растет и спрос и сокращается предложение важная июньская встреча стран опек плюс нового энергетического пакта поскольку там будут разбирать текущую ситуацию и как раз возможно согласовывать новые меры которые будут направлены на дополнительное поддержание баланса или лучше скажем на более скорое приведение к балансу всего рынка черного золота индекс американская валюта 99 45 мы очень верили в то что индекс доллара как актив по движению сможет раскачать и выступление джерома паула в конгрессе но признаюсь я упустил один момент даже в экономических календарях было отмечено то что джером пау будет нести слово перед конгрессом и отвечать за целевое использование тех средств которые ранее были согласованы правительством в том числе о формате чрезвычайной помощи для экономики в борьбе с последствиями пандемии но в основном за все целевые расходования отвечал господин мучин который как вы знаете возглавляет министра министерства финансов сша поэтому ничего интересного от лично от джерома паула мы не услышали мы знаем его взгляды на текущую ситуацию мы знаем на основании последних его комментариев что американская экономика продолжит сталкиваться с последствиями пандемии и пик по негативу макроэкономических данных он придется на следующие месяцы но и пожалуй в качестве поддержки для доллара стоит отметить его нежелание уводить ставки джерома паула на отрицательную территорию раньше на прошлой неделе как раз сам факт именно этого и оказал поддержку американской валюте я думаю что если бы на рынке сейчас не преобладала склонность инвесторов к риску на фоне сообщения о том что якобы найдена вакцина против к вида 19 вы знаете сейчас во всех а сводках фигурирует название компании американской компании модерна якобы после первых испытаний и результаты положительные и может быть это и станет той самой долгожданной а панацеи как только информация о том что вакцина найдена появилась на рынке это было еще на в конце прошлой недели котировки компании модерна стали активно расти и прибавили больше двадцати процентов но здесь друзья я вынужден снова немножко сбить спесь с этого оптимизма потому что если мы посмотрим на текущую капитализацию компании то что произошло с ней под закрытие вчерашнего дня вы легко убедитесь то что котировки просели больше чем на десять процентов это следствие критики которая обрушилась на компанию критики с обвинением в ложную надежду потому что компания предоставила очень небольшую выборку критических данных на основании которых нельзя еще говорить о том что дальнейшие испытания будут столь же позитивными положительными в конце концов их разработка станет вакциной я безусловно поддерживаю оптимистов очень рассчитываю на то что это компании удастся найти вакцину но я хочу чтобы вы как трейдеры на финансовых рынках прекрасно понимали что если на площадках растет склонность инвесторов к риску из-за напускного позитива очень серьезным может быть разочарование как только новостной фон изменится и активы окажутся на тех уровнях которые являются для ними справедливыми поэтому в отношении индекса американской валюты не забывайте про статус доллара как защитного актива не забывайте что впереди у нас еще очень много интересных отчетов да и к тому же сегодня протоколы которые выйдут в 21.00 по московскому времени и завтра еще одно выступление джерома паула поэтому его критическая оценка того насколько все плохо в американской экономике может совпасть с дополнительным негативным негативом вокруг вот этой вакцины и тогда у индекса доллара снова появится возможность оказаться выше сотки где мы в принципе и ждем золото 1748 золото активно растет восстановила практически все потери которые были понесены два дня назад то я в сделку не входил друзья потому что считаю что если коррекция все-таки последует еще локальная то можно будет купить золото дешевле если золото с текущих уровней улетит выше но ничего страшного то что не удастся заработать на этом движении всех денег в принципе заработать на рынках невозможно поэтому мы очень хорошо прокатились на ралли когда золото восстановилось 1700 до 1750 будут еще возможности bitcoin 9727 ждем 10 тысяч евро против доллара 109 39 я думаю что на фоне вот этого позитива который был озвучен европейская валюта может добраться до отметки 1 10 сейчас еще и поддерживает евро согласованная финансовая помощь о формате германии и франции на 500 миллиардов но этого мало друзья впереди у нас блок статистики по производственной активности под конец недели германии и еврозоны это еще опять же слабый акцент на фундамент и готовность к доп стимулированию который мы рассматриваем для распродаж главного валютного риска то есть выше 1 10 мы точно не пройдем и посмотрите на дневках 1 10 1 0 8 это действительно диапазон границы которые очень хорошо отрабатываются вот на коррекции если евро доберется до тех значений те друзья кто еще не заходил в короткие позиции считать что вам подарок продать евро крайне выгодно фунт против доллара 1 22 59 здесь будем ждать поддержки для снижения идеи от статистики накануне вышли слабые данные по рынку труда сегодня у нас данные по инфляции завтра активность сфере услуг и в пятницу роничные продажи какой-то из этих релизов точно должен сделать свое дело и смотивировать продавцов на активность по сделкам сел и снова снижению пары поближе к отметке 120 доллар канадец 1 39 21 сегодня в 15 30 данные по инфляции ждем поддержки для нашей длинной позиции закрепление пары выше уровня 1 40 и по австралийцы все также 0 65 43 на фоне вчерашних протоколов где озвученные перспективы слабой для экономического роста и соответственно готовности стимулировать экономику резервным банком австралии и дальше на фоне конфликта торгового с китаем ждем пару в районе 0 63 на этом все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания